Привет! Что читаете? Сегодня дежурный по чтению я, Елягина Оксана. Я расскажу вам в этом выпуске о новой книге Сесилии Ахерн «Клеймо». Сесилия Ахерн – ирландская писательница, автор бестселлера по скриптум «Я тебя люблю». Будущая автор любовных романов родилась в 1981 году в столице Ирландии. В начале нулевых окончила факультет журналистики колледжа Гриффит в Дублине. В возрасте 21 года она написала свой первый роман по скриптум «Я люблю тебя», который печатался в более 40 странах мира и стал настоящим бестселлером. В 2007 году роман был экранизирован компанией Warner Brothers. В своей новой книге Сесилия Ахерн рассказывает о жестоком и беспощадном мире, в котором живет главная героиня романа Селестина Норд. За малейшее нарушение и отступление от правил, установленных трибуналом, человека жестоко наказывают. Ему дается клеймо. Человек с клеймом становится призраком для общества. Люди сторонятся его на улице. Так идеальная жизнь Селестины Норд начинает рушиться от того, что она помогает старику с клеймом. Теперь она сама должна предстать перед трибуналом и стать изгоем для общества. «Я дождалась, чтобы дом затих к ночи, чтобы в спальне родителей смокло негромкое бормотание. Сегодня, после этих событий, разговор длился намного дольше обычного. Затем я отправилась на вершину, где мы с Артом встречались почти каждую ночь на протяжении последних трех месяцев. В эти месяцы я проводила с Криванами больше времени, чем с собственной семьей, и рада была бы остаться у них насовсем. Мне казалось, в эту семью я лучше вписываюсь. Все у них так логично и разумно. Я всегда верила в правоту трибунала. Я безусловно поддерживала Боска. Мне нравилось, как он за обедом пересказывал подробности судебных разбирательств, как он уличал члена благотворительного фонда, который вздумал обеспечить себе золотой парашют, как разоблачил звезду, которая нажила миллионы на продаже дисков со своей волшебной гимнастикой. А сама тайком сделала подтяжку живота. Каждый день у него находились занятные истории из зала суда. И я садилась и слушала их одну за другой. Я хорошо понимала, что он делает. Предотвращает обман и мошенничество, спасая граждан. Я-то различаю добро и зло. Я знаю правила. Но вот наступил день, когда эти правила, за которые я всегда радовала, расплываются у меня перед глазами, потому что это происходит прямо у порога моего дома. Буквально. 11 часов вечера. Вершина горы нависает над сонной столицей. Мы живем в долине, окруженной со всех сторон горами. Хевенд-касл – настоящая крепость. Самая высокая круглая башня в мире. Ее зоркое око видят и вдаль, и вблизь. После многих веков войн, вторжений, резни. Теперь там проводятся правительственные съезды и официальные обеды. Экскурсии по папетникам архитектуры и музея древностей. И там же заседает трибунал. Мы устроились на вершины напротив горы. Слева и справа от нас горизонт загораживает ветряные мельницы. Налево точками в ночи другие города. Одна точка за другой. Бесконечно. Замок бдительно просматривает за всеми. А направо тянется сельская и промышленная местность, где там поселился мой дед. Хеменинг – самый большой город Хейленда. Столица, знаменитая своей красотой и славной историей. Туристы стекаются к нам из самых разных стран, чтобы полюбоваться мостами и сказочными дворцами и замками, мощенными улочками, богато украшенными площадями. По большей части здешние здания устояли перед яростными разрушениями XX века на радость любителям романской архитектуры, готики и возрождения. Хеменинг – бридж широкий, 10 метров и длиной 600. Один из самых знаменитых в мире мостов. Он был построен в XIV веке. Он ведет за реку к замку Хейленда. Он и ночью прекрасен. Подсвечены все шесть арок моста, три его башни, статуи наших героев, которые стоят на мосту с обеих сторон, словно стерегут его. Мне нравится путешествовать на каникулы, но после школы я останусь здесь. Мы с Артом уже договорились. Мы будем учиться в столичном университете. Я выберу математику, а он физику и химию. Все давно решено. Джунипер мечтает уехать, как только закончит школу зимой. Она собирается работать инструктором по горным лыжам в Швейцарии, а летом спасательным на пляжах Португалии. Что-то в этом роде. Арт говорит, ему нравится сидеть на вершине, потому что отсюда открываются перспективы. Тяжело у него выдался год. Его мама умерла, и это место, как мне кажется, помогает ему оторваться от земных горестей. Он смотрит на них, словно с высоты, издалека, и горе его понемногу приглушается. Да и время лечит. А для меня вершина – то место, где мы с Артом вдвоем проводим вместе против всего мира. Там у подножья миллион человек спят крепким сном, а мы с Артом тут вместе, и союз наш крепнет с каждым днем. Я чувствую себя непобедимой. Я чувствую себя на этом, в замке, который был бдит над всеми, недосягаемый, неприкосновенный. Это лишь последние полгода у меня появилось такое чувство карто. Дружили мы с ним с 12 лет. Вместе пришли в среднюю школу, и в первый же день нас посадили за одну парту. Кстати, вот какие отзывы оставляют читатели. Книга захватила меня с первых страниц, потому что при всей своей фантастичности она очень реалистична. Ведь люди сейчас с таким удовольствием и рвением вешают ярлыки на других, непохожих на них людей. Сесилия Ахерн заставляет окунуться в мир книги с первой страницы. Тут и интриги, и любовь, и боль. С нетерпением хочу прочитать и вторую часть. Я давняя поклонница данного автора, но ничего подобного у нее не читала. Книга очень интересная, читается на одном дыхании, насыщена событиями, не отпускает тебя, держит в напряжении. Книга обязательно к прочтению, особенно подросткам. Когда общество навязывает тебе свои идеалы, что ты выберешь? Быть как все или поступать так, как велит совесть? Давно я не читала столь интригующие, завораживающие истории. Интересные герои с различными судьбами. Так и хочется ворваться в книгу и прожить вместе с ними эту историю. С удовольствием прочитаю продолжение. Этот двухтомник показал писательницу с другой стороны. Я не ожидала, что человек, написавший роман по скриптам «Я люблю тебя», создат в корне другую историю, свой новый мир. В книгу погружаешься полностью, невозможно оторваться. Спасибо автору за шедевр. Рекомендую. Мы тусовались в одной компании, он с мальчиками, я с девочками, но все время рядом. И никогда не оставались только вдвоем, хотя и жили по соседству, через дорогу. Лишь год назад, когда его мама умерла, а вдруг стал приглашать меня на свидание. И ему было все равно, что об этом подумают ребята. Мы забирали сюда и разговаривали. Он оплакивал мать и постепенно смирялся с утратой. На его глазах мать медленно погибала от рака. А когда скорбь понемногу отступала, он перестал быть главной причиной наших встреч. И они превратились во что-то совсем другое. Тогда со мной стало происходить что-то странное. Шорох крыльев, будто налетала стая бабочек. Всякий раз, как я видела его. И глупая улыбка на лице. Стоила хотя бы подумать о нем. И пузырьки в животе. И разряд тока, когда его кожа соприкасалась моей. Вдруг все стало страшно важно. Что я надену? Что скажу? Как я выгляжу? Первый эту перемену во мне заметил, конечно, Жунипер, который за дня в день наблюдал, как я тревожно изучаю свое отражение в зверхолей, прежде чем выскочить из дома. Заметил это и Арт. А когда я на минутку перестала нервничать из-за того, что происходило со мной, я смогла разглядеть, что это происходит и с ним. И вот мы уже три месяца вместе. Добравшись до вершины, я разглядела его подсвеченную луной фигуру. И гнев во мне поутих. Арт умеет делать это со мной. Я просто в мягкое желе превращаюсь. Всегда приходит заранее, всегда ждет меня, сидя на одеяле. С таким сосредоточенным лицом вглядывается сонный город над горой. Идеальная картина. Я часто повторяю слово «идеал». И когда говорю о самом Марте, я описываю любую проведенную с ними вместе минуту. «Привет, ранний червячок», — говорю я. Он поднял голову. Печаль у него на все сменилась улыбкой. И кажется облегчением. «Привет, мышка! Пришла за сыром, я его уже съел. Сыр и черви. Я усаживаюсь рядом с ним на одеяло. Ням-ням!» Мы поцеловались. «Вот это я понимаю, ням-ням!» — бормочет он. «Притягивай меня ближе. Второй поцелуй. Дольше сколько сил хватит? Что-то в Арте сегодня непривычное. Я это чувствую. Потихоньку отодвигаясь, смотрясь в его лицо, в его глаза. Давай договоримся не обсуждать, что произошло сегодня. Неплохая идея, вздыхая я. У меня даже от мысли об этом голова трещит. Он целует меня в лоб и не спешит оторвать от меня губы. Мы молчим, погрузившись в раздумья. И видим, и слышим, и видится, и слышится нам одно. Как Ангелину Тиндер тащит прочь из дома. Напряженного умолчания нам не вынести. Вскоре Арт выпрямился и заговорил. «Сегодня мой отец, и он прервался. Уставился на крыше домов и труп. И я вижу, как он переживает из-за того, что сегодня произошло. С тех пор, как мать его умерла, я все время стараюсь защищать Арта, чтобы он не печалился. И хотя сама я не до конца разбираюсь в том, что случилось, я должна вернуть Арту покой и ясность. Слушай, Джунипер, не следовало так разговаривать с ним. Но ты же знаешь, какая она. Ей бы научиться держать рот на замке. Вылитый наш дедушка». Джунипер всего лишь сказал то, что думала. К моему извлению возражает он. «Не следует говорить такое судье». Он печально улыбнулся. «Для тебя, Селестина, не существует ничего, кроме черного и белого. Мы ж соседи. Мы праздновали День земли. У вас столовый». Они стояли перед трибуналом. И он ведь знал, что за Ангелиной сегодня придут. Неужели он не мог предупредить хотя бы ее, если не нас? Они дружили. Можно было бы дать ей возможность подготовиться, а не тащить ее вот так на глазах у семьи, у маленьких детей. Странно слышать такое от него. Арт никогда не критиковал отца. Они закадычные друзья. Сплоченная команда. Двое на всем белом свете. Теперь, когда мама умерла, у обоих нет никого ближе. Они пережили страшное горе вместе, и это их сплотило. Во всяком случае, так мне это виделось. И я понимаю, что Арт точно так же растерян и возмущен, как я. Он действовал по правилам, говорю я. Но знаю, что от этого объяснения недостаточно. Однако, это чистая правда. С Ангелиной случилась ужасная беда. Но твоего отца в этом нельзя винить. Нельзя. С горчью переспрашивает он. Это его работа. Почти каждый день где-нибудь в стране уличают порочных. Твой отец трудится изо всех сил, чтобы сохранить идеалы нашей страны. Что же будет, если он вздумает закрывать глаза на чьи-то проступки? Я перескакиваю с мысля на мысль, торопясь высказать то, что мне гложет. Сам подумай, судья Криван перестанет перед трибуналом и будет заклеймен за то, что по дружбе он кого-то не заклеймил, а то ставилось на меня. С точки зрения, я никогда об этом не думал. А надо бы. Ведь это твой отец. И он могущественный человек. Многие этим восхищаются. Блистательная Сесилия Ахерна нарисовала мир, в котором идеал ценится превыше всего. А любые отступления от него наказуемы. Что же произойдет, когда молодая девушка рискнет отказаться от всего, что ей дорого, и решится пойти против системы? Эта история настолько достоверная, эмоциональная, что герои ее покорят сердца читателей любого возраста. Книгу можно найти в отделе мобильного обслуживания Дворца книги. А вы читали новую книгу Сесилии Ахерн-Клеймо? Делитесь в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok